Сейчас мы возвращаемся в Дагестан, где минувшей ночью произошла крупная авария. На маршруте Дербент-Анапа столкнулись пассажирские автобусы и КАМАЗ. Погибли 9 человек, пострадали более 20. И сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Саркар Магомедов. Саркар, здравствуйте. Есть ли уже предположение, что могло стать причиной этой аварии? Да, здравствуйте, Вера. Ну, предположение, конечно, есть. Это изначально было понятно. Есть факт. Пассажирский автобус столкнулся с прицепом от КАМАЗа. И теперь выясняют, как, каким образом этот прицеп выкатился на встречную полосу движения и буквально смял большой автобус, которым, по тем данным, которые у меня есть, было 36 пассажиров. Предварительно сообщается о том, что прицеп сорвался, то есть сломался фаркоп. Это вот это место, где, ну, место стыка прицепа и КАМАЗа. Все это сломалось, и таким образом прицеп оказался на полосе встречного движения. Но здесь есть люди, сторонники, родственники, друзья, КАМАЗисты, которые это отрицают. Но я только что пообщался с местными жителями, которых ночью здесь было довольно много. И они все подтверждают, что в момент, когда они пришли на место происшествия, КАМАЗа здесь на месте не было. Были только перевернутый автобус, прицеп. И, соответственно, версия некоторых людей, которые здесь заявляют о том, что прицеп и не срывался, а вместе с КАМАЗом они случайно задели автобус по касательной, эта версия, конечно же, не оправдывается. Потому что даже визуально по повреждениям прицепа, тем более по повреждениям, вы видите, автобуса, насколько сильные, столкновение прошло не касательно, а практически лоб в лоб. Но опять-таки, Вера, я не берусь ничего утверждать. Я говорю только то, что вижу официальную точку зрения, официальный вердикт вынесут эксперты. И, кстати, об экспертах дело вышло на высокий уровень. Его будут рассматривать в том числе спецгруппа офицеров по безопасности дорожного движения, которую отправили сюда, в Махачкалу, разбираться во всех этих обстоятельствах произошедшего. В данный момент все, что произошло, пытаются узнать у водителя КАМАЗа. К нему очень много вопросов. Но, в принципе, это единственный человек, который знает, как на самом деле все произошло. Потому что оба водителя автобуса умерли на месте, возможно, даже мгновенно. Это была жуткая авария. Удар прицепа пришелся именно по месту, где сидят оба водителя. И фрагменты тела опознавали буквально по фрагментам. Все это сейчас находится в Кизляре, в морге, там, где тела будут выдавать родственникам погибших. Я знаю, что это стараются сделать как можно быстрее, чтобы уже родственники смогли спокойно похоронить погибших людей. Что касается общего количества погибших, на данный момент это 9 человек, пострадавших более 20 с различными травмами. Они госпитализированы. Есть люди, которые в реанимации. В том числе среди пострадавших есть и дети. И врачи просят обратить внимание на девочку, которой до сих пор не хватились ни один человек. То есть родственники приходят, навещают пострадавших, но к этой девочке пока никто не пришел. Понятно, что она ехала не одна. И, скорее всего, возможно, те взрослые, которые с ней ехали, я не знаю, родители, может быть, или другие родственники, они, возможно, в числе погибших. Именно поэтому к девочке пока никто не обращается. Но вот предлагаю послушать, что говорит врач. Девочка доставлена в числе другими пострадавшими. Она, по-моему, без родственников. Из них никого здесь не было. Мы ее фамилию не знаем, имя не знаем, откуда не знаем. Но внутри у нее травма живота с повреждением кисечника. Мы ее оперировали. Сейчас считаем, что будет все нормально. Пугаться, если близкие родственники увидят, оснований нет. Хотя она сейчас спит, она под наркозом, не отошла полностью еще. Поэтому вот так она ничего будет. Ну, просто, чтобы родственники опознали, приехали, разобрались. Вот это хотелось бы. Вера, и в продолжение пострадавших хочу отметить, что если все шло по плану, к сожалению, в данный момент я не могу это уточнить. Но, насколько я знаю, вертолет должен был прилететь к Тарумовской районной больнице. И оттуда, после консилиума, врачи должны были решить, скольких и кого именно из пострадавших переводить, транспортировать в Махачкулу для оказания более глубокой и квалифицированной помощи. Но в любом случае в местной больнице сказали, что средств хватает и людских ресурсов хватает. Ну и беспокоиться сказали пока не за кого. Поэтому будем держать кулаки, надеяться. Пока это все. Саркар, спасибо. Напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Саркар Магомедов.